так и теперь вот я уже прошила вместе это кусочек такой ткани тоже трикотаж ну сейчас как эти там не знаю как она называется он тоже тянется из этих мохнатых пушистых вот это было просто не специально ее купила такую поэтому не знаю как называется но вот такая вот пушистая можно принципе любая любую применить значит этот кусочек я так прибыли по мере еще плюс-минус можно было ориентироваться на 25 сантиметров и и в общем где-то около 8 сантиметров и пришила к нему второй кусочек который немножко больше чем этот вот и сейчас будем из этого всего делать шапочку так я положу вот и сюда и сюда вот так прикрою вот так чтобы было видно где-то вот так прикрою прошивать здесь не буду потому что мне кажется грубовато нет необходимости это не тот случай чтоб это было здесь прошито так я заложила только вот понятно только прикрыла этот шов и так сверху заложила допустим будет плюс-минус получаться 10 не прошитые с половиной так и теперь вот чтобы она не отворачивалась нет от делаю маленькую такую наживочку клеем то есть не приклеиваю сильно но не чтобы она просто не не отворачивалась есть здесь точно так же маленькая наживочка клеем и она то есть вот будет такая красивая пушистая ну отворачиваться не будет такой трюк это мы сделали вот так это лицевая часть я сейчас сложу это удовольствие вот таким образом вот и это здесь прошью здесь чтобы получилось шапочка но прежде чем я вот сейчас наживлю и значит вот здесь я прошью но я хочу еще сделать и туда типа балабончик а типа не знаю как сказать и какой-то такой такое украшение вот я порезала на мелкие кусочки ну вот так вот видно как я порезала эту этот флис и вот и теперь этот флис я еще раз значит соберу все то я уже его разобрала я сложила я его разобрала просто чтобы показать но я думаю принципе это все понятно но так то есть кусочки б и можете по выбирать какие-то кусочки которые допустим не очень нужны вот то есть где-то кусочки которые не жалко их можно вот так вот порезать вот маленькие какие-то и я это все сейчас соберу вот и так получится вот такое украшение на шапочку тоже такое вот произвольное значит я вставлю сюда вовнутрь вот вот так вставлю сюда вовнутрь чтобы не было видно этого момента что я здесь перевязала ниточками вот и иголкой с ниткой потому что это достаточно такой толстая получается у нас здесь основание у этого помпончика из ткани то я его просто здесь подошли это будет изнанка я его просто подошли можно вот так пройтись вокруг чтобы быть уверенный шоа на все стороны соберутся здесь я еще немножко подойдут нашу машинка до узла не дотянет будут и так вот еще раз может я где-то не зацепила вот так вокруг пройду и уже наш помпончик из ткани точно будет пришит к основанию так а теперь мне остается здесь вот прострочить и будем продолжать так у нас вот получилась такая шапочка но вернее это даже шапочка копор головной убор то есть даже его назвать это шапочкой то есть это такой интересный головной убор ну вот который одевается на голову значит и вот здесь эта часть которая у меня вот осталось здесь я ее чуть-чуть обрежу вот чтоб она здесь вот знать точно что она будет на месте перед обрезкой я здесь чуть-чуть чтобы она не скакала потому что когда будет переворачиваться неправильно будет обрезана но здесь тоже почти до конца но я тоже уже закреплю чтоб она была зафиксированная и теперь здесь я обрежу поскольку ткань не сыпется ну вот так обрежем и посмотрим так я обрезала вот и вторая часть точно так же я упорочу это было длиннее так и теперь посмотрим что у нас получилось очень симпатичный такой мальчик вот очень такая оригинальная одежда и очень оригинальный такой головной убор смотрите вот так у него будет вот этот украшение балабончик этот заканчивается таким образом а впереди вот такой будет головной уборка пор и шапочка как угодно вот так он будет заканчиваться сейчас здесь чуть-чуть подрежу чтобы было заканчивалось так но если не ровно сейчас подрежу вот так выискну чуть-чуть час подровняю ладно не спеша подровняю вот и вот будет заканчиваться вот таким образом так и впереди вот так сбоку виды перед не будет вот за к виду вот такой